Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Нина Тритониченко, с очередным выпуском программы «Беседы о душе и нравственности». Сегодняшний выпуск я назову «Человек и свобода». Многие люди считают, что они вольны в своих желаниях и могут делать всё, что им придёт в голову, всё, что заблагорассудится. И считают, что их жизнью никто не управляет. Вот с этим будем разбираться. Начнём с того, что человек не выбирает, где ему родиться, в какой семье, в какой стране, в каком климате он будет воспитываться, чем его будут кормить, в богатой или в бедной семье, в образованной или в необразованной, в полной семье или его будет растить мать-одиночка, будет ли у него много братьев или сестёр, или он будет единственным ребёнком в семье, будет ли у него возможность учиться дальше или нет, родиться, будет он жить во время войны или в мирное время. Ничего этого человек не выбирает. Значит, за него это выбирает кто-то другой. Дело в том, что судьба человека пишется ещё до его рождения. Полностью судьба. Куда входит рождение? Основные моменты рождения, свадьба и смерть. Смерть человека тоже пишется до его рождения. В каком возрасте человек умрёт? Как он умрёт? Будет ли это в его собственной постели? Будет ли это авария? Будет ли это тяжёлая болезнь? Ничего этого человек сам не выбирает. А что человек вообще в жизни может выбирать? Ну, человек может выбирать, что ему покушать. И то, если человек бедный, у него тоже выбор ограниченный, выбор продуктов. Человек выбирает учиться ему или не учиться. Получать высшее образование или не получать высшее образование. Но человек неволен делать всё, что ему заблагорассудится. Каждый человек живёт в определённой семье. Растёт в определённой семье. Если это ребёнок. И он подчиняется законам этой семьи. Он в первую очередь подчиняется своим родителям. Он подчиняется правилам детского учреждения. Садик, школа. Потом он вырастает. И он подчиняется законам своей страны. Если он нарушает эти законы, его наказывают. Можно, конечно, нарушать. Но человек будет наказан. Потому что законы этой страны, они руководят поведением человека. Точно так же, как правило, которое существует на предприятии, где этот человек работает. В институте, в школе, где он учится. Так почему же человек думает, что в личной жизни он волен делать всё, что ему заблагорассудится? Если все эти законы давлеют над человеком и заставляют его поступать соответственно, сообразно этим правилам и законам, почему человек вдруг решил, что он не должен подчиняться законам морали? Законам, которые прописаны в Библии и которые называются «десять заповедей». А вы знаете, что многие люди даже эти «десять заповедей» не в состоянии перечислить. А они просто об этом даже не думают. Вот живёт себе человек и думает, я делаю всё, что хочу, и мне за это ничего не будет. Законы, созданные Богом, руководят жизнью человека. И даже если человек в это не верит, в существование каких-то законов, это не избавляет его от ответственности, если он эти законы нарушил. Всё равно он будет отвечать. Как человек отвечает? Он может отвечать в этой жизни, а может отвечать и в следующей жизни. Ну, как правило, как правило, он в наше время, человека наказывают сразу в этой же жизни. Сейчас, в наше время, в наше время, переходное время, вы сами видите, что мир меняется. И всё, все процессы ускоряются. Поэтому карма не переносится на следующую жизнь. Очень часто сопровождает человека, бьёт по нему рог судьбы. Вот это вот и есть карма в этой же жизни. Как наказывают, ну, к примеру, как человека наказывают за разврат. Женщину, к примеру, наказывают за разврат. В конце жизни такие женщины, очень многие, очень тяжело умирают от рака матки. Это наказание. Существуют наказания за различные проступки. Почему человеку даны 10 заповедей? Зачем они вообще нужны? Зачем человека вводить в какие-то рамки? Почему он не может делать то, что ему нравится? Почему он не может жить, как ему хочется, а не как положено? Да потому что любая жизнь, любой мир – это технологический процесс. Ни один человек не рождается просто так. Ни одна муха, ни один микроб просто так в этом мире не появляется. Во всём существует определённый смысл. Если на небе зажигаются звёзды, значит, это кому-то нужно. Так вот, мы нужны Вселенной, Высшим, Богу, если мы соблюдаем законы, созданные Вселенной, Высшими, Богом. Если мы их не соблюдаем, к нам относятся примерно так, как Садовник относится к сорнякам. Что Садовник делает с сорняками? Он от них избавляется, он их выпалывает. Точно так же Высшие относятся к людям, которые плюют на Божьи законы, как к сорнякам, как к браку, как к человеческому браку. Кошечка моя пришла. Подумайте над этим. На сегодня всё. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»